Приветствую вас дорогие друзья и большое спасибо, что подключились. Да, сейчас мы будем обсуждать пресс-конференцию, нет, точнее мероприятие, которое Electronic Arts провела в преддверии E3 2019, на которое нам показали новые игры, дополнение к старым играм. И да, мы с Михаилом пытались развлекать людей как могли, просто из кожи вон лезли для того, чтобы людям было весело. Тем не менее, три с половиной часа немногие сумели высидеть, потому что компания, на мой взгляд, провела очень бестолковое, очень нудное, очень какое-то размытое мероприятие, в рамках которого очень сложно было уследить за тем, что же в конечном итоге они нам собираются показать. А вот когда ты всю эту информацию собираешь вместе, внезапно получается, что там раз, два, три, четыре и это все. А короче, немножко нельзя было быть для того, чтобы люди, которые смотрят вас в онлайне, не скучали и не испытывали жгучее желание удалиться, потому что под конец трансляции аудитория снизилась где-то, именно от трансляции Electronic Arts, у нас-то все было хорошо, а вот именно Electronic Arts, да, там ребята расходились просто очень-очень быстро. Со мной на связи Михаил Шкредов, с которыми мы, в общем-то, эту трансляцию проводили. И самым главным, естественно, является вопрос, что не так со Звездными Войнами? Star Wars, Jedi, Fallen Order, игра, которая разрабатывается студией Respawn Entertainment, игра, которая должна вдохновить тех людей, которые уже потеряли веру в то, что компания Electronic Arts может что-нибудь интересное по этой вселенной нам представить. И да, компания Respawn, это те самые ребята, которые сделали две части Titanfall, это те самые ребята, которые ответственны были когда-то за серию Call of Duty, Modern Warfare, первая и вторая часть, они же нам подарили Apex Legends, и вот сейчас их подрядили на Звездные Войны. Причем демонстрация, которая была, честно говоря, людей не очень-то и впечатлило. И даже мы с Мишей, когда смотрели, такие говорили, ну, что-то на уровне Darksiders 3. И это с положительной коннотацией. Дело в том, что Darksiders 3 нам очень нравился, как приключенческая игра. Это была хорошая приключенческая игра, в которой приятно проводить время, но это ни в коем случае не супер-хит, не AAA-блокбастер, там, за которым нужно немедленно бежать в магазины. То есть это не условный Гадуфор, а там от первого трейлера которого фанаты и некоторые фанатки там уже текли и не могли сдержать своих восторгов. Миша, какое твое ощущение и согласен ли ты с тем утверждением, что на самом деле в одной этой игре каким-то чудом, ну, имеется в виду Звездные Войны, компания Respawn уместила все эти идеи, которые вполне возможно пыталась воплотить команда Visceral Games, когда работала над своей игрой по Звездным Войнам. Потому что очень, очень, очень много общих элементов с Dead Space. Во-первых, есть общие элементы с Dead Space, а именно акцент на том, что интерфейса, значительная его часть, встроена, скажем так, в саму игру. То есть, например, карта эта дроид тебе ее показывает, показатель здоровья дублируется в виде символа вот этого вот цвета дроида, который сидит на спине у главного героя. Ты знаешь, да, я тоже считаю, что игра выглядит недорого, как я и говорил. Вот, как я почти успел пошутить, что если бы игра называлась Star Horse, точнее, Saints Row 5, Star Horse ее выпускало бы издательство Deep Silver, вот, я бы сказал, ну окей, молодцы, годный такой продукт категории B, если будут продавать за 40 баксов, то все будет у них замечательно. Я, почитав превью на Game Informer, решил, как это сказать, чуть-чуть сменить гнев на милость. И задумался именно о Metroid Prime, которая тоже на момент своего выхода выглядела годно, но не супердорого. И в Metroid 2 нех разработчики сами заявляли, в том числе в разговоре с журналистом Game Informer, что главным их источником вдохновения является Metroid Prime. Вот, и то, что в этой игре вот важно именно ощущение мира, поиск секретов, ощущение прогресса, ощущение того, что ты постоянно получаешь новые умения, в том смысле, что перерывы между обновлением арсенала умений небольшие. То есть ты не успеваешь устать от набора умений, появляется что-то новое, ты это используешь так же, по-другому, неважно, но делаешь что-то новое. Это движение вперед вот за счет этого. И если так на эту игру посмотреть, то да, мне не так уж супер важно, чтобы она была дорогой, прям вот лоском меня сбивала с ног и выглядела на уровне гаду форм. Мне хватит того, что она выглядит вот так, как она выглядит. Но, с другой стороны, здесь появляется такая проблема. Ничего из того, о чем я сказал, нам, по сути, не показали. Нам показали линейный постановочный отрезок с неплохими сражениями. Я, опять же, рад тому, что компании, разработчики и издатели начали интегрировать элементы боевой механики Dark Souls, ну, теперь уже и Секеру, в, скажем так, попсовый проект. Я ничего не имею против боевой механики Souls и Секеру, она сама по себе офигительна, вот. И они вот то, что ее интегрируют, это хорошо, да. Дело в том, что вот с одной стороны хорошо, что они ее интегрируют, с другой стороны, и это отмечают многие, и это становится главной причиной разочарования. Дело в том, что когда главный юрой вооружен мечом, блин, хоть световым, но все-таки мечом, хочется, чтобы он себя вел как меч, а не просто какая-то светящаяся палочка, да. Они говорят, что возрастной рейтинг им мешает отрубать конечности. Хорошо, пусть, но проблема в том, что у них в игре есть монстры, есть роботы, которых можно было бы очень красочно расчленять, и это было бы, воспринималось очень хорошо. Ну, да. Там вот была вот эта сцена, которая меня очень сильно покоробила, вот этот вот, ну, момент в деле Кютуе, когда на главного героя напал монстр. Кстати, как правильно заметил Стерлинг, вот эта вот необходимость долбить по кнопке Б, чтобы выбраться из паутины, задолбает к пятой минуте. Вот, я уже вижу, как она меня задолбывает. Так вот, идея с пауком, момент с пауком, он на него прыгнул на спину, вонзил в него меч, и такое ощущение, что это одна текстура вошла в другую текстуру. Все. То есть, там уже вспоминали, кажется, Джеди Найта и Джеди, Джеди Найта, где была, как это сказать, случайным образом расчленение. Махал мечом световым главный герой Кала Катарны, там мы случайным образом могли отлетать конечностью у штормтрупперов. То есть, такой вот штрих был. А здесь, да, здесь, как люди шутят, Лего Стар Ворс. Хотя нет, нет, не Лего Стар Ворс. Лего Стар Ворс, а когда ты убивал этих вот человечков, они разлетались на кубики. То есть, там было в каком-то смысле расчленение. Только в рамках Лего Вселенной. Здесь даже этого нет. Здесь вот реально они падают просто с какими-то порезами. И, кстати, да, вот, знаешь, тоже мне очень понравилась мысль, одну в комментариях про штопом даже у нас, что когда в слэшерах, в любых, во многих играх, где ты орудуешь мечом, ну, холодным оружием или в данном случае световым мечом, то должно быть ощущение того, что ты режешь врага. Как было в Гаду Фори, как это было в Секеру, как я неоднократно вспоминаю. То есть, ощущение, что ты, блин, вонзил в него меч. Вот именно вот или отрезал ему что-то. То есть, удар мечом. Вот, Март Хау, не знаю, можно вспомнить, например, из свежего. Где ты смотришь даже на демонстрации вот этого, да. Бум-бум, там какая-то рука отлетела, он с одной рукой бегает, кого-то бить, пытается. Голова слетела, да. Головы, руки, ноги. Ну, кровь, понятно, не может быть, но можно было что-то такое сделать. Ну, вот, 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 битвы, при том, что с точки зрения механики сделаны они неплохо, выглядят они невыразительно, в лучшем случае. Это самый такой мягкий термин, который я могу подобрать. Поэтому, с одной стороны, демонстрация «Звездных войн» оставила впечатление, ну, окей, хорошо. И, с другой стороны, напрягает явные такие вот недостатки. Опять же, этот самый дебильный возрастной рейтинг, я не совсем понимаю, кстати, на какой возраст они рассчитывают, потому что дети бы это восприняли на ура. Опять же, как я уже сказал, не обязательно делать так, чтобы прям с кровищей там, чтобы все это хлистало. Но обязательно нужно было сделать так, чтобы оружие воспринималось именно как мощный инструмент возмездия, как это было, опять же, в Секиро, да, где тоже не каждый раз там отлетали бошки, да, но при этом вот это каждое добивание ты просто так финишировал в противника. И это было очень круто. Все-таки такой элемент должен использоваться. Ну, и плюс, да, меня немножко так напрягла вот эта вот постановочная сюжетная сценка. Нам сначала тот предрелизный трейлер, представляющий игру, был такой зрелищный. А потом вот именно ролик, который в самой игре, люди такие, так, что за лицевая анимация, что за постановка, почему вуки без меха? Что это за вуки вообще такое? Что это за... Хуанг чемодан не подвез. И поэтому, ну окей, будем смотреть. Знаете, это не та демонстрация, которая вдохновила и из-за которой люди будут такие, боже мой, игра по Звездным Войнам, идем, идем. Нет, я четко вижу, что этот продукт, к сожалению, собирался, на мой взгляд, еще раз, учитывая сколько элементов они подтырили из Dead Space, из проекта Visceral Games, а учитывая, что Visceral Games работала над Звездными Войнами, у меня такое ощущение, что они все наработки, которые были, просто вот кое-как свинтили в одно и сейчас пытаются это продать. Потому что четко видно, что продукт недорогой и четко видно, что он недоработанный. То есть здесь нет вот этого лоска AAA, нет вот этого вот внимания к мелочам, к деталям. Здесь, да, я уверен, что... Почему же мы сравниваем с Darksiders третьим? Потому что тоже видно, да, возможно будет большой классный мир, возможно у героя будет очень много способностей, возможно это будет интересно исследовать. Но вот есть шероховатости, здесь шероховатость, там шероховатость, и это возникают вопросы, учитывая, что Звездные Войны это все-таки бренд один из самых мощных, в принципе, как и в киноиндустрии, так и в игровой индустрии. Но благодаря усилиям Electronic Arts, спасибо этим талантливым ребятам, этот бренд, к сожалению, по крайней мере, в игровой сфере уже не пользуются, мягко говоря, уважением. Ну, а благодаря Disney и кинотрилогия новая, да, тоже уже собирает огромную толпу антифанатов из бывших поклонников, опять же, этой вселенной. Ты вот говоришь про Dead Space, но ведь Wisterl Games до закрытия занималась проектом Ragtag, который Шрей в своем материале описывал, в том числе, как элемент, ну, с явными элементами Uncharted, во вселенной Звездных Войн, вот, при этом проводила проектом Amy Henning, которая до этого работала над серией Uncharted в Noty Dog, вот, и тот мы имеем, вот, да, и это еще больше напоминает о том, что, как бы, проект, судя по всему, собирали из того, что было. Да, крюкошка, вот этот, Кайзанчарты 4, да, вот это, внимание на карабканье большое, опять же, непонятно зачем, да, потому что мы имеем дело с джедаем, а не с Натаном Дрейком условным, который по стенам, на стенах, точнее, больше времени проводит, чем на земле. То есть, ну, такое, такое, да, начинает возникать подозрение. Ну, да ладно, следующее, что нам показали дальше? И вот дальше, к сожалению, наступают вопросы, потому что оставшееся время, вот эти, блин, долбанные три часа, то есть мы вот полчаса уже провели, как бы, да, на этой пресс-конференции, оставшееся время, это новый сезон Apex Legends, представили нового героя, новое оружие, новые, там, легендарные скины, спасибо им за это большое, все это классно, но все это бы уместилось в формат маленького трейлера, и не надо было полчаса выступать на сцене, про источники вдохновения, про то, как, с каким трудом они ее анимировали, какой подход они искали, как эта девушка вписывается в вселенную Apex Legends, что там есть вселенная, я знал, думал, что там только одни геи и эти самые, не бинары бегают, нет, оказывается, там есть какая-то вселенная и какая-то своя история, которую, наверное, когда-нибудь раскроется, хотя нафиг надо, лучше б я не знал, да, вот не читал все эти комиксы, не читал вот эти все откровения про все эти взаимоотношения и персонажи друг с другом. Спасибо, кстати, Blizzard за то, что они открыли эту лазейку, да, лучше б я не знал вообще, кто там кому, каким образом относится. Дай новый девиз Blizzard, лучше бы ты не знал. Да. Следующее, новые карты для Battlefield V. Окей, хорошо, замечательно, Греция, Африка, наконец-то фронт расширится до захватит, в том числе, Тихий океан, это классно, на самом деле. Таким образом, так потихонечку, годика через три, они дорастут до Восточного фронта, ну, может быть, да, то есть вспомнят такие, а, да-да-да-да-да-да, советские, да-да-да, что-то там было, да кто-то там Берлин все-таки брал, наверное, все-таки будем, хотя у нас же типа игра по неизвестной войне, поэтому не-не-не, поэтому обойдем как-нибудь со стороны, да. И это еще один час, это вот то, что мы сейчас рассказали, это еще один час, который прошел на этой пресс-конференции, при том ведущие были, ну, в неадеквате, на мой взгляд, потому что там вот эта девушка-блондинка, она больше орала в камеру, пытаясь изображать какую-то суперактивность и суперзаинтересованность. Зачем? Не надо так делать, если ты хочешь заинтересовать людей, играя интонациями, а не, а-а-а-а, а сейчас мы вам представим... Нет, нет, так, так, так вот только бесит. Даже если ты симпатичная блондинка, ты все равно бесишь. И все люди начинают обсуждать твой внешний вид и кольцо в носу, а не то, что ты говоришь, к сожалению. И дальше линейка спорта, почему-то FIFA 20 ее цветом розовый стал, непонятно по какой причине, хотя там они обещают добавить режим FIFA Street, чему я, кстати, очень рад, потому что FIFA... Ну, уличный футбол имеет в виду режим уличного футбола. Это в свое время было такое небольшое ответвление от серии, которое мне очень понравилось. И будут смешанные команды, где мужчины будут играть с женщинами на одном поле. Ну, класс, чё. И дальше Мэдден. В секцию про Мэдден я вообще пропустил мимо ушей, потому что мне это абсолютно пофигу. Я даже правил приблизительно не знаю, какие-то мужики топчутся на поле, что-то делают, куда-то бегут. И в финале Sims 4. Новое дополнение. Естественно, рассказывать о нем мы вам ничего не будем, потому что вы же не маленькие девочки, которые проводят за этим свое время, да. И я просмотрел, кстати, статистику, нас смотрит всего 2% женщин. И... А девочек вообще нету. Вот, Миша, что-то нужно делать для расширения аудитории. Надень в следующий раз рубашку со стразиками, пожалуйста. А то что-то... Что-то за непорядки. Может мне еще как вот этому вот инфлюенсеру по Симсом ногти покрасить? Вот. А это я хотел сказать следующее. Самым ярким, наверное, впечатлением за всю пресс-конференцию стало явление вот этого супергея, от вида которого я просто выпал в осадок, потому что компания Electronic Arts для того, чтобы показать, насколько они толерантны, они где-то нашли в Голливуде, вот, наверное, кастинг объявили на самого гейского гея и поставили его перед камерой. И вот это вот жеманное существо рассказывало нам тоже про свои источники вдохновения с блестящими губами. Причем губы, как будто, знаешь, даже, ну, я не знаю, там, от работы его отвлекли какой-то. Очень важный. Да, очень важная работа языком. От собеседования. От собеседования. Да, 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 да. Очевидно, ему кто-то уже присел. Вот, вот он и делал. Ну, вообще, я на самом деле, если так, общее впечатление высказывать, Electronic Arts умудряется лажать. Умудряется лажать постоянно из года в год и вместо того, чтобы быть лаконичной, вместо того, чтобы быть краткой, как это умеет делать Nintendo. Кстати, я уже говорил на стриме, что я надо учиться у Nintendo в плане директов непродолжительных, когда особо нечего показывать. Но я, вот я хочет все время казаться больше, чем она есть на самом деле. Вот две ошибки. Ошибка первая, что они хотят казаться больше, чем есть на самом деле. Проектов у них немного. Соответственно, показывать, уж говорим, особо нечего. Но они зачем-то это растягивают на 4 часа. Это первое. Вторая проблема то, что я продолжаю каким-то непостижимым образом верить в то, что E3 смотрит аудитория спортивных симуляторов. Это вообще другие люди, Electronic Arts. Запомните это, пожалуйста. Задроты, вроде меня, не особо интересен FIFA. Несмотря на то, что я являюсь футбольным фанатом с 20-летним стажем, не все футбольные фанаты являются целевой аудиторией FIFA. Вам надо проводить отдельное, мое мнение, конференции для FIFA, куда вы будете собирать этих ваших зарплатных геев, которые продвигают ваш раный FIFA Ultimate Team, который вы можете засунуть себе по самые гланды. И вы там будете долбиться этими карточками, этими лупбоксами во все мочели, потому что вы задрали возить на пресс-конференции мероприятия для задротов. Никому не нужные симуляторы футбола. На этих никому не нужные, на этих, мать его, мероприятия. На этом все. Ждем пресс-конференции Microsoft и других компаний. Если вам данное видео понравилось, не забудьте поддержать его лайком. Действительно, делать это несложно в условиях современных удобных интерфейсах компании Google Слава. И подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить больше ничего, потому что мы будем держать руку на пульсе. Все время, все E3. Мы с них глаз не спустим.